Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях среды 10 октября. Смотрите в ближайшие минуты. Он конкретно записывает движение автобуса, скорость его, остановки. Секретное устройство или черный ящик на борту автобуса. Какие штрафы грозят водителям за его отсутствие? Основная наша проблема – это, конечно, ориентация в городе, то есть озвучение остановок. Как войти и как выйти? Каково ездить на общественном транспорте инвалидам по зрению? К выборам не готовы. В Калининград приехала проверка из Центральной избирательной комиссии. Что солдаты, матросы на сегодняшний день, они не занимаются чисткой картошки. А проходит только военную подготовку. Военный комиссариат рассказал о том, как идет осенний призыв. Я два часа ждал. Но нисколько не жалею. Это раз в жизни бывает. И все ради автографа звезды. В Калининград приехала британская рок-группа Юрай Хип. Ну а теперь подробнее. 50 тысяч за отсутствие на борту автобуса измерителя скорости. Такие меры будут применять к водителям уже с апреля следующего года. Сейчас автопредприятия Калининграда в срочном порядке закупают тахографы. Стоимость только одного такого прибора составляет около 30 тысяч рублей. Зачем нужны такие траты? Наша съемочная группа попыталась оценить технические новшества. В самолетах черные ящики, в автобусах тахографы. В случае аварии или схода с линии это секретное устройство для водителя лучше всякого алиби покажет, с какой скоростью двигался тот по маршруту. Это секретное устройство, как в самолете черный ящик от посторонних глаз, надежно спрятано. На главной панели под спидометром. Правда водителю Анатолию Ельцову доставать его приходится даже не в экстренных случаях, а каждое утро. На ней написано фамилия водителя, номер маршрута и номер автобуса. Стоит именно штамп того предприятия, чья это шайбочка. Спортивный термин на борту автобуса появился не случайно. По форме тахограф круглый, напоминает шайбу. Но на этом поле функция у него совсем другая. Человек вместе со мной, попавший в какую-то ситуацию, будет утверждать, что я шел очень быстро. Эта шайба, она покажет этому человеку, с какой скоростью я шел в данное время даже. Скорость движения, время выезда, сконечные остановки и каждый интервал в пути. С таким тахографом каждый водитель должен чувствовать себя надежно. Но, как показывает практика, получается это не у всех. Часто бывают жалобы, что тот или иной водитель отправился раньше или позже намного с остановочного пункта. Ну, водители бывают, вызываем на беседу за то, почему длинный отстой был, объясняют за пробок или за чего объяснение, за превышение скорости. Каждое утро Владимир Гришин проверяет показания тахографов. На его предприятии больше ста машин. Сверхсекретную систему безопасности внедрили у себя еще лет шесть назад. Со следующего года за ее отсутствие водители будут штрафовать. Правда, у тех, кто меры эти придумывал, возник один спорный момент. Дача ГЛОНАСС, который тоже устанавливают в обязательном порядке, по сути, дублирует тахограф. Тахограф покажет, с какой скоростью я шел в данное время. А ГЛОНАСС покажет, в какое время мне нужно быть в таком-то, таком-то пункте. Они оба очень для водителя нужны. Установить тахограф на борту автобуса будет стоить в среднем 30 тысяч рублей. Дача ГЛОНАСС раза в два дешевле. А еще госавтоинспекция требует оснастить каждый автобус системой видеорегистрации. Эта степень защиты будет стоить 3 тысячи рублей. Мария Пустникова, Константин Казанцев, служба новостей город. И в продолжение темы. В эту среду городские пригородные автобусы проинспектировали. В рейд отправились инвалиды по зрению. В этот день прошли такие акции и в других городах России. За это утро Артур Самойлов вместе с волонтером проехались уже по трем маршрутам. В это же время другие проверяющие инспектируют другие автобусы. Нужно выяснить, насколько приспособлены они для пассажиров с белой тростью. Удобный ли подъезд к остановкам и видно ли издалека номер на борту. И самый главный пункт в сервисе для инвалидов по зрению, чтобы объявляли остановки. Оказалось, что особенно на пригородных направлениях с этим проблема. И тут был ответ четкий, что на этом маршруте озвучание остановок не предполагается. Так как он загородный. У меня сразу первая мысль возникает, что интересное дело, как будто люди, которые едут за город незрячие, не имеют такой возможности услышать свою собственную остановку. Этот рейд был приурочен к началу всероссийской акции «Белая трость». Она стартует 15 октября и подлится целый месяц. А на первом официальном мероприятии в региональном отделении Всероссийского общества слепых обсудят итоги проверки городских автобусов. Калининград пока не готов к выборам главы города. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии Елена Дубровина, которая прилетела из Москвы с проверкой. По ее словам, городской избирком еще не завершил работу по развозу электронных урн для бюллетеней. Кроме того, на тех участках, где уже установлены так называемые койбы, их еще не подключили. Но в целом расслабляться организаторам выборов пока рано. Сами бюллетени не развезли по избирательным участкам. Если кто-то из кандидатов решит выйти из списков, в них придется вносить изменения. А такие исправления могут быть расценены электронной урной, как отданный голос. Но в штабе избирательной комиссии Калининграда относятся к недоработкам спокойно. Все идет по плану. И Каивы будут развозиться в пятницу вместе с избирательными бюллетенями. Напомним, выборы на пост главы города Калининграда пройдут уже в это воскресенье, 14 октября. Если ЦИК пока не готов к проведению выборов главы города, то кандидаты уже вовсю ведут предвыборную кампанию. В четверг в наш город приедет известный политик Григорий Явлинский, который в прямом эфире Первого городского канала ответит на все вопросы калининградцев. В получасовом интервью известный политический деятель выскажет мнение о том, есть ли шансы у оппозиции выиграть на выборах, расскажет о роли женщин в политике. Разговор коснется выборов главы Калининграда. Григорий Явлинский поддержит кандидатуру Александры Яковлевой. Кроме того, он представит партийный проект «Дома, дороги, земля». Начало прямого эфира с 18.00 по местному времени. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Что солдаты, матросы на сегодняшний день, они не занимаются чисткой картошки. А проходит только военную подготовку. Военный комиссариат рассказал о том, как идет осенний призыв. Нет прописки, нет питомца. Чиновники решили контролировать, как калининградцы следят за своими домашними животными. Я два часа ждал. Но нисколько не жалею. Это раз в жизни бывает. И все ради автографа звезды. В Калининград приехала британская рок-группа Юрай Хип. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Осенний призыв в самом разгаре. Всего в октябре планируют призвать на службу порядка двух тысяч человек. Требования к отбору поменялись. Теперь внимание уделяется не только физическому и психическому здоровью, но и уровню образования призывника. Вместе с тем, работа призывных комиссий стала более открытой. В военном комиссариате Калининградской области подчеркнули, вместе с призывниками на отборе могут присутствовать их родители и задавать вопросы. Сейчас в армии стараются максимально упорядочить прохождение службы. Например, с военнослужащих сняты все несвойственные для них функции. Солдаты, матросы на сегодняшний день, они не занимаются чисткой картошки, не метут плац и так далее, и так далее. Все максимальное время они используют для получения воинских специальностей. Что касается уклонистов от службы в армии, за весенний призыв таких было задержано 26 человек. Из них двоих привлекли к уголовной ответственности. После оплаты штрафа и погашения судимости уклонист все равно отправится на службу. Только уже во внутренние войска. А вот использование поддельных справок о непригодности к службе по здоровью может сказаться на дальнейшей карьере. Именно по этим причинам сейчас всеми силами стараются поднять престиж военной службы. Призывникам выплачивают денежные довольствия – 2000 рублей. К тому же действующие льготы для отслуживших также планируется увеличить. В то время как срочники перестанут мести плац, у контрактников появится возможность стать военными полицейскими. В этот осенний призыв планируют набрать на контрактную службу 150 человек. Из них около 100 станут следить за порядком в армии. Как стало известно, закон о военной полиции наконец-то отправили на согласование. По нему на военных полицейских переложат обязанности комендантов и контролеров порядка в гарнизонах. Помимо этого они станут исполнителями наказаний, которые назначает военный суд, а также будут охранять военные штабы, клады, грузы и сопровождать военные колонны. Но это еще не все. Военные полицейские станут расследовать преступления небольшой и средней тяжести и получат право на первичное дознание, которым раньше занимались офицеры. Всех кандидатов в полицейские проверят по примеру МВД на детекторе лжи. В Минобороне надеются, что днем рождения военной полиции станет 1 декабря. У животных все как у людей. Домашние питомцы получат прописку и законную жилплощадь, а кассы в зоопарк станут электронными. Подробнее об этих и другие интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Пляж Светлогорский намоют. На подготовительные работы уже выделили 6 миллионов рублей. Такие большие затраты объясняют уникальностью проектов. Впервые в России предстоит единовременно возвести променад, пешеходную зону, пирс, сделать намыв пляжа протяженностью 4,5 километра и построить 30 бунт из камня и дерева, по подобию немецких. Вода станет горячее. Уже в этом отопительном сезоне горячая вода в квартирах калининградцев должна быть не меньше 60 градусов. Ранее норма составляла 50. Согласно новым санитарным правилам, температура воды ниже 60 градусов расценивается как холодная, а значит, можно смело требовать перерасчет. Домашние питомцы будут жить в квартире на законных правах. Госдума обяжет владельцев регистрировать своих животных. Для получения прописки хозяину нужно будет доказать, что он в состоянии обеспечить своего любимца необходимой жилплощадью и надлежащим содержанием. Кассы заменят терминалами. Купить билет в зоопарк можно будет через электронный терминал. Его планируют установить в следующем году у входа со стороны улицы Чайковского. Центральные кассы пока будут работать в прежнем режиме. Лотерею железных дорог разыграли месяц назад, а победитель так и не откликнулся. Организаторы напоминают, обладатель билета на поезд, посреди цифры которого 529406, выиграл 8 миллионов рублей. Поездка состоялась в июле, а сам билет был куплен у проводника. Все подробности можно узнать в кассах РЖД. Курсы валют на 11 октября. Доллар США 31 рубль 20 копеек. Евро 40 рублей 13 копеек. Литовский лид 11 рублей 63 копеек. Польский злоток 9 рублей 86 копеек. Все о море и кораблях в одном помещении. На территории Фридриксбургских ворот открылся ладейный двор. В двухэтажном здании несколько экспедиционных помещений, в которых калининградцы смогут не только познакомиться с древними морскими судами, но и узнать о затонувших кораблях и о том, с чего началась российская история морского дела. На подготовке к открытию побывала и наша съемочная группа. Эти лодки это пример того, что музей планирует заниматься лодками серьезно и надолго и создать большую флотилию в Калининграде. Эти корабли и новое здание и есть ладейный двор. Проект единственный в своем роде во всей Калининградской области. Идея открыть такой музей появилась давно. По мнению организаторов, корни идут еще с петровских времен. С того пришло, что именно Петр Первый в своей поездке по Европе отсюда начинал. Здесь получал навыки, свои знания и навыки в морском деле. Привез их в Россию и мы хотим здесь восстановить то место, откуда можно, так же и всем другим, кроме Петра, после Петра, получать эти же навыки. Двор разделен на залы. Первый построил лодку, в полной мере раскрывает ее содержание. Наглядно здесь представлены традиционные средства передвижения народов не только России. Всего их 11. Это и берестяные лодки, чукотские байдарки и другие. Но здесь они не только музейные экспонаты. Лодки можно будет не только посмотреть, но и посидеть в них. Это, например, традиционная финская лодка «Финн», которую начали строить в начале 19 века. Она использовалась не только для перевозки пассажиров, но и грузов до 150 килограммов массой. В этой же экспозиции калининградцы в дальнейшем смогут самостоятельно мастерить водные средства передвижения. В качестве примера – стенды со всеми техниками обработки узлов, изготовления весел, рулей. Но, по словам работников музея, первыми примут учеников морских колледжей. Здесь представлены, что такое набор, чтобы можно было наглядно увидеть, и с чем он скреплялся, какими материалами, потому что в связи с развитием морской отрасли менялись способы набора этих корпусов. О том, что таят в себе морские глубины, расскажет выставка «Корабельное воскресенье». Здесь можно увидеть не только предметы, найденные на затонувших кораблях. Например, первый скафандр выглядел именно так. Снаряжение было изобретено Ефимом Никоновым в начале XVIII века и актуальным является до сих пор. Это не просто кукла в этом снаряжении, которое вы видите. 5 мая этого года, в честь 130-летия водолазного дела в России в этом году, на Кронштадтской набережной в Санкт-Петербурге, реально водолаз погружался на глубину 7 метров. И вот вы видите шланг здесь высокого давления, есть насос. Мы его просто сейчас немножечко убрали. Подавался воздух в этот шлем, и он реально действительно дышал. Чтобы можно было добраться до дна, на костюм вешали около одного пуда камней. Это примерно 16 килограммов. И таких предметов десятки. Гакобордный фонарь тоже был изобретен около трех веков назад. И если его немного отремонтировать, он еще столько же прослужит, шутят в музее. Но не все предметы постигает такая участь. К сожалению, то, что достается из-под воды, очень часто разрушается. И мы надеемся, что эта экспозиция будет постоянно пополняться, обновляться. И подводные исследователи будут приносить сюда свои экспонаты. Увидеть в владейном дворе можно будет и старинные затонувшие корабли. На 20 фотографиях некоторые фрегаты, парусники, яхты почти в первоначальном состоянии. Они как раз таки и позволяют глубже окунуться в подводный мир. Рок-звезды с 40-летним стажем в Калининграде. Британская группа «Юрай Хип» в эту среду выступила на сцене культурно-развлекательного комплекса «Сити Парк». За день до концерта легендарная группа встретилась со своими фанатами и ответила на вопросы журналистов. Самые преданные поклонники ждали встречи с музыкантами около трех часов, невзирая на дождь и холод. Ради этого можно подождать? Я два часа ждал. Ну и нисколько не жалею. Это раз в жизни бывает. Прикоснуться к таким людям, взять автограф и вообще вспомнить молодость. Как всегда приятно. Каждый участник группы оставил автограф на пластинках и фотографиях, принесенных калининградцами. А вот магазину, в котором проходила встреча, расписали электрогитару. Это хороший канал? Да, это очень хороший канал. Все каналы все хорошие. На пресс-конференции музыканты рассказали, что самые шумные фанаты были в Греции. Поэтому калининградцам придется постараться, чтобы побить их рекорд. На этом все. Если вам есть, что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или пишите на наш электронный адрес канал1собакамел.ру И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1.градской.ру. Там же вы можете увидеть онлайн-трансляцию телеканала. Ну а в студии была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова